Региональное отделение движения первых теперь будет работать бок о бок с детским эколого-биологическим центром. Организации подписали соглашение о сотрудничестве. Событие должно способствовать развитию юнацкого движения в Самарском регионе. Я думаю, что у нас будет больше конкурсов, треков, различных мероприятий. Действительно круто, больше будет активностей. Перспективы развития, конечно же, есть. Они хорошие, положительные. Будем идти только вперед. Движение первых работает в 12 направлениях, одно из которых занимается экологическим воспитанием подрастающего поколения. Теперь юнаты и ребята из движения первых смогут делиться опытом и помогать друг другу в создании новых проектов. И нам важно не просто в своей деятельности помогать ребятам и формировать у них интеллектуальные и творческие способности, но и формировать экологическое сознание, формировать бережное отношение к окружающей среде, к природе. Появятся новые образовательные программы и проекты, которые будут знакомить ребят с природой, с окружающей средой. Позволит им формировать такое экологическое мышление. Это помогает вовлечь молодежь в различные проекты по экологизации, экологические проекты, привлечь молодежь в наше естественно-научное движение. Сейчас время естественных наук. И вот это возрождение, возрождение к естественным наукам, как раз позволяет нам говорить о том, что это технологический прорыв для будущего, для России. Помимо заключения соглашения, состоялось также торжественное открытие двух юнацких клубов «Эко-жизнь» и «Эко-патриот». А школьников посвятили в юные натуралисты. Полина Челюкова, Петр Поломеев. События.